С 21 по 23 июня 2023 года состоялся трехдневный фестиваль волонтерских площадок развития SoftSkills «Стиль жизни – творчество», который проходил на территорию детского оздоровительного лагеря «Чайка» города Уфа. Это заключительное мероприятие социально-образовательного центра «Стиль жизни – творчество», реализующегося Гражданским просветительским союзом молодежи с ноября 2022 года при поддержке фонда грантов главы Республики Башкортостан. Участники фестиваля – 120 активных волонтерских площадок SoftSkills из 40 образовательных организаций. Волонтеры ГПСМ объединили участников группы, познакомились друг с другом в игровой форме, создали сплоченные команды – новаторы, изобретатели, первопроходцы, открыватели и другие. Волонтеры и организаторы подготовили для участников квест «Путешествие – рождение Республики Созидателей». На станциях участников ждали командные задания по гибким навыкам, которые они изучали в рамках проекта. В результате этого квеста каждая команда получила кусочки легенд своих городов. Образы этих городов участникам предстояло создавать самостоятельно, а также подготовить творческие презентации. Таким образом, в Республике Созидателей появилось 1. Город первопроходцев Хамелеон-здоровяк Город первооткрывателей Творцы Город открывателей Город науки Город изобретателей Экзо-Зефирый град Город рационализаторов После открытия фестиваля волонтерами был проведен квиз-сюрприз, а в заключении первого дня – дискотека Стартины. Второй день фестиваля «Стиль жизни и творчества» 22 июня Начался с зарядки, в завершении которой была проведена линейка «Минута молчания» в день памяти о скорби погибшем в Великой Отечественной войне. Сегодня день воспоминаний, изжато сердце от горячих слов, сегодня снова день напоминаний о подвиге и доблести отцов. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней. Почтим память павших минутой молчания. Первая половина дня – подведение итогов конкурса социальных инициатив «Молодость может все», который проходил в течение февраля и мая для участников. Экспертные комиссии провели защиту проектов, реализованных участниками на базе своих школ. А вот некоторые проекты. ГБУ РЛИ имени Юсупова работает с детьми СОВЗ и помогает им социализироваться в обществе. МАУ «Школа номер 56» хочет возродить память о герое Советского Союза и снять о нем документальный фильм. МБУ «ЦО Спутник» села Чесноковка работает с детьми-сиротами и помогает им раскрыть свой творческий потенциал. МАУ «Гимназия номер 91» рассказала о том, как ученики сдают отходы в переработку и отдают средства в приют для животных потеряшки. Лице номер 6 помогает учащимся осваивать коммуникационные навыки с помощью игр и мастер-классов. А после обеда, пока эксперты подводили итоги защиты проектов, силами кураторов делегаций и волонтеров была проведена патриотическая игра «Подвиг народа». Участники передвигались по карте только по партизанским тропам, асфальтовым дорожкам. В игре участвовали также персонажи-монстры, которые создавали препятствия и могли отправить отдельных участников в медсан-часть. Это вражеский танк и снайперы. В этом случае команде нужно их выручить и только после этого, в полном составе, продолжать движение по карте. Но есть и положительный персонаж – советский самолет, который помогал добираться от станции к станции при определенных условиях. На станции «Конкурс строя и песни» командам нужно было пройти строевым шагом с песней, а на станции «Сними снайпера» попасть мечом в мишени, обозначающих вражеских солдат. Команды также писали стихи, ребятам давались рифмы, которые они использовали. На каждой станции команда получала код из поля морского боя. После прохождения всех этапов участники говорили свои коды и получали буквы, из которых складывали слово. Те, кому удалось эти слова собрать, становились победителями игры. Третий день. Было очень грустно провожать участников и собирать свои вещи домой. Каждый участник фестиваля научился здесь чему-то новому, набрался опыта в чем-то уже опробованном. Проект «Стиль жизни и творчества» реализуется Гражданским просветительским союзом молодежи при поддержке фонда грантов главы Республики Башкортостан. Субтитры создавал DimaTorzok